Деревня Ларещево Добружского района небольшая по количеству жителей, но местный магазин – место притяжения покупателей и соседних деревень. Пенсионерка Галина живет в двух километрах. В Ларещево приходят в основном за стандартным набором – хлеб, молоко, мясо. Все есть в магазине, есть все. То есть и хлеб, и молоко, и сметаны, и твороги, все, все есть. Придешь, все есть, что надо, покупай. Овощи, фрукты, все. Мне, допустим, нравится, да. Мне нравится, я всегда сюда хожу. А по ценам, скажите, вы не ощущаете там где-то, может быть, резкие какие-то скачки? Ну, бывают, допустим, томаты я часто беру, бывают, дешевле бывают. А так все, все нормально, все устроено. По продуктам тоже весь ассортимент есть. Захотел лук, пожалуйста, захотел зелень, захотел фрукты, овощи, все есть. Все свежее, все прекрасно. Что-то самое по ценам отличается, может, скачки какие-то? Ну, немножко так есть, бывает, но в основном нет, не сильно. Нравится, цены нормальные. Не остались без внимания и точки уличной торговли. По просьбе жителей многих населенных пунктов подобно организуются по всей стране. Контингент продавцов в основном пенсионеры. В большинстве случаев продажа собственной продукции для них является своего рода хобби. Спаси, дед, для развлечения. Что лишнее принесли. И люди спасибо покупают, берут. И картошка, и огурцы, и кабачки, и овощи. Все. Всем пользуемся, пользуются. Везем, продаем. А вот Ольга Попругина в магазин ходит как на праздник. Девушка год прожила за границей, сейчас вернулась на родину и говорит, что поход в магазин только в радость. Богатый ассортимент завораживает, а цены по сравнению с зарубежными радуют не только глаза, но и карман. Мы вот даже приезжали сюда, вот с Москвы, покупали все мясное, все молочные, сыры, конфеты, все. Практически везли отсюда. Даже макароны. Качество очень хорошее в Беларуси. Там один поход в магазин, это вот у меня занимало 3000, это 100 белорусских рублей примерно. Здесь я за неделю столько трачу. Ассортимент магазинов в ветке радует глаз. Тем более, что у населения уже сформировались свои любимцы. Кто-то предпочитает государственные торговые точки, а кого-то привлекают частные. Здесь всегда все свежее, вкусное. Колбасные изделия мне тоже нравятся. Есть ассортимент и есть выбрать что. Областной центр также не остался без внимания помощника президента. Требования современной молодежи к ассортименту очень высоки, но гомельские супермаркеты выполняют любой запрос. Так как я стараюсь правильно питаться, я столкнулась с тем, что очень тяжело иногда найти продукты, которые у нас без сахара, с низкой жирностью. Здесь можно найти то, что нельзя найти в других магазинах. У взрослых продуктовая корзина обычно более весомая. Здесь нужно думать не только о себе, но и о своей семье. Виктория Селеня говорит, что просто в восторге от ассортимента гомельских супермаркетов. Рыба, заморозка вся очень хорошая. И мясо, кстати, свежее. Сколько я не покупала фарша, я обычно запах нюхаю. Извините, но всякое бывает. Долго полежала, ветрился. Никогда здесь еще. И просто в качестве фарша хорошее мясо. Ну, соотношение вот этого, жир покупаешь, либо хорошее мясо. В каждом населенном пункте должны быть разнообразные продукты. Об этом неоднократно говорил глава государства. Более пристальное внимание уделяется селам. Ведь Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого трудящегося, особенно сельского жителя. Татьяна Пемененкова, Юлия Мастич, Валерий Гопанько. Новости недели.